добрый день любое другое время суток по вашему выбору у нас продолжается 8 марта и по этому поводу я решил почитать один из текстов ларисы рейснер вот у нас ларисе рейснер представление ходят самые дикие вот кто-то ее там вспоминает как любовницу кумилева кто-то еще как-то но в основном ее образ насколько вот я так ощущаю до в информационной среде он диктуется фильмом оптимистическая трагедия вот даже не всем фильмом а соответственно одним эпизодом да то есть кто еще хочет комиссарского тела вот такая вот девушка в кожанке с наганом да такая вся вся красивая интеллигентная но в какой в какой-то мере отмороженная в общем с кучей любовников там ходившие в атаку еще что вот в общем образ такой я не знаю вот ее тут говорят в сериале троцкий последнем показали но я его не видел и смотреть не буду поэтому не знаю как там она вышла ну учитывая что она была любовницей троцкого подозреваю как она там вышла вот ну и соответственно вот все вот эти вот и и все что вокруг ее имени ходит до обсасывать я не имею никакого желания вот лучше почитать как бы оригинальный текст лариса рейснер может быть как-то больше станет понятно вообще о том что был за человек вот я выбрал текст под названием котлым вот из ее соответственно книги уголь железо и живые люди 25 года что такое котлым это поселок свердуловской области где добывали платину занималась этим занимался этим купец некий воробьев да вот потом его наследники тут организовали компанию для этого но и не только они да в общем потом от все было национализировано потом соответственно там были построены заводы производства и так далее и тому подобное вот к 80-м годам месторождение платины стала истощаться значит постсоветский период практически вся инфраструктура была уничтожена но там больница аптека библиотека база отдыха детский сад школа а вот после того как горел сгорела школа были упразднены клубы библиотека в их помещениях была размещена школа да вот но в общем все это накрылось и теперь там чисто вот какой туристический какой-то такая . да а он для любителей полазить по горам ну вот 2010-х построили новую лесопилку вот где-то находится вот екатеринбург москва двое им в общем место такое мягко говоря захолустье и вот туда добралась в свое время лариса рейснер вместо того чтобы где-нибудь в ленинграде тусоваться по ресторанам на вот и так котлым по-ватятски значит котел он есть котел большая горная чаша поставленные вечные снега облака перелезают через его зубчатые стены оставляя на них кочи своих пенистых пышно взбитых подолов кроме туч издавна ходили горами охотники на пушнину на медведя на птицу а впрочем немного из-за трудных дорог из-за лесных пожаров из-за помещика ревниво оберегавшего свой кусок тундры какой прок в этом воробьеве ну вот собственно вот в этом воробьеве да астраханский купец первой гиле капе воробьев сидит он на земле рядом с господином дюпарком и воюет из-за дороги если говорит ты землевладелец и дворянин руби себе отдельную дорогу в смысле многие дни таким образом дворянин и кавалер проводил в кусту поджидая дюпарковский бубенчик вороную тройку и кузовок чтобы всадить в него добрый заряд дроби а промахнувшись по соседу то хоть французова борзого кобеля бегущего рядом с повозкой хорошенько ошпарить со своей стороны дюпарк от котлы имской жизни очень уставал сидит сидит в своем дому безвыездно и вдруг обложившись подушками нет нет и пролетит по запретной воробьевской дороге рыцкая по ухабам надвинув на уши меховую ватятскую шапку и защитив седалище особой периной однако пробивали сию перину дробинки господина воробьева шикарное отношение вообще там между элитами общества в котлы имя был он добрый охотник и свою амуницию лил в собственном дому из беловатого металла в изобилии находившегося на пустырях а также в омшистом болоте составлявшим большую часть его бесполезных угодий конечно не сам же дворянин бегал по дебрям собирая свое серебро не серебро но раздавал мальчишкам по копейке за за что и наносили они в помещище дом кульками из которых барыню большую часть на помойку приказывал выбрасывать не терпела сей домодельной дроби в супружеских карманах будучи неблагороден этот металл отличился чрезмерной тяжестью и самые прочные новые карманы в полдня продырявливал так или иначе но воробьевская дробь была жестка глажей руками тки вследствие чего дю парку действительно пришлось прорубить дорогу через непроходимое болото господин воробьев все равно радовался ибо француз денег на постройку пожалел тонкий настил из бревен вскоре прогнил обвалился в первый же год один славный жеребец совершенно сломал себе левую переднюю ногу провалившись болот в том же году приказчик господина воробьева неожиданно скрылся приобретя по пьянству своему и невежеству у крестьян мешок белой дроби за 50 копеек дураком дуракам счастья вскоре распространили слухи об его богатстве приобретенном неизвестно каким образом жизнь в тайге еще два года мирно сосала свою медвежью лапу пока вдруг господин воробьев не совершил неслыханной сделки за три рубля серебрём приобрел у охотника секрет первое что металл коим били искренне рябчиков а также тарантас и борзово кобеля соседа дю парка ничто иное как чистая платина белое золото драгоценнейшие из драгоценных металлов и второе во всех соседних лошках на северном и на сосновке где не плюнь везде лежат ее богатейшие россыпи со всех соседних гор пенистые речи сбегают в колымский котел и каждая из них несет с собой платину что чтобы небрежно ее спрятать и забыть кое-как прикрыв тонкой настилкой моха забросив камнями или просто опустив на дно светлого ручья большие деньги дали воробьёва англичане и французы за его голое каменья говорят до пяти тысяч рублей наличными квартиру с дровами освещением и сухим отхожим местом еще пожизненное обеспечение в виде должности для особых поручений при компании а затем котлым отгороженный от мира под облачными горами лесистый болотный трущобный котлым потряс мир славой своих платиновых месторождений легенды о богатствах разбросанных на десятки верст об этих речках играющих миллионами о болотах на которых варвары стреляют диких уток пулями из чистого золота клондайк вот ничьи нибудь всесильные ничьи нибудь всесильные уркартовские руки взяли за создание платинового королевства на Урале тут делаем паузу кто такой уркарт или уркварт да лесли это как вы понимаете шотландский миллионер вот это не наш купец какой-нибудь да вот соответственно в баку работал да там траляля все дела вот потом в девятьсот шестом году когда там жгли нефтяные вышки он оттуда сдернул организовал англосибирскую компанию вот заводы на Урале соответственно до завладел каштымским горным округом на секундочку это к слову вот когда у нас тут говорят что у нас была такая замечательная промышленные что мы добывали тут всякие штучки там что у нас нефти было много там всяких металлов и так далее тому и тому подобное при российской империи она у нас была но кому она принадлежала посмотреть бы да ну вот а по поводу вот этой вот его компании есть статья на кибер ленинге лесли уркварт его советская концессия дело в том что в семнадцатом году пришли кровавые коммуняки и все дело национализировали вот ну вот руссо азиатик consolidated limited контролировала крупнейшие медные цинковые и железно-рудные рудники на Урале в казахстане восточной сибири на этих рудниках общей площадью свыше одного миллиона гектаров также добывалось серебро и свинец 60 процентов от общего производства этих металлов в россии все это принадлежало если андреевич у уркар туда или уркарту а вот национализация претензии группы урк вот кстати к советской россии составляли 56 миллионов фунтов стерлингов требования от компенсации были отвергнуты вот потом получил урк в попытался еще четыре своих завода забрать обратно до красим на его 0 борис пригласил значит в москву тут были переговоры с лениным но не договорились вот уркарт участвовал в генуэзской гаэской конференции в качестве председателя ассоциации британских кредиторов в россии траляля все дела а вот потом переговоры возобновились но опять не договорились но тут есть разные версии да то есть с одной стороны там наши не хотели ему деньги платить вот подумали что если не договорятся и оплатит ему постройку предприятий соответственно это будет как реституция да а по другой версии вот просто уркарт он хотел на своих заводах не соблюдать советское законодательство то есть ссылать нахер профсоюзы там и так далее и тому подобное вот поэтому соответственно не договорились ну еще 22 февраля 23 года уркарт публикует статью в советской печати он напомнил что продолжает считать ридера и кабласту sky штим и тоналык вместе с ленскими приисками до ленские прииски тоже руку приложил своими предприятиями уркарт еще несколько лет пытался получить концессию на свои бывшие предприятия вот ну послали его на и соответственно господин свалил в австралию вот кто такой лесли уркарт я на эту статье куда значит ссылочку на вот и вот он занялся этой платиной вошел в компанию русский капитал но в незначительном количестве ему милостиво было разрешено присоединиться к триумфальному шествию акционеров пять драк перевалила котлымский перевал каждый из них стоило более 300 тысяч золотом их везли медвежьими тропами и железные фургоны на каждом шагу проваливались трясину под неимоверной тяжестью двигателей колес ящиков и котлов машины совершали свое путешествие с роскошью который прежде отличались только свадебные поезда мелких ангальцерфских принцесс ехавших к нам на царство откуда-нибудь из риги из ревеля золотых кареток с коленями обернутыми с облим мехом которого они в отечестве не видели с последними ценами на нюхательный табак мясо и овощи занесенными в девический дневник но это такой шпилька в сторону екатерины 2 но шествие машин перед каждой повозкой по 200 лошадей а вечером лагеря разбитый водщиками напоминал привал странствующего могола еще год спустя тайга горела на сотни везд кругом запаленные часовыми которые бросали в кино в темноту горящие ветки чтобы разогнать свой сгустившийся на страх и мрак коротких волчьих ночей в 1904-1905 годах компания начала высасывать из земли сказочные дивиденды чуть ли не в первый год окупились все машины все расходы по доставке их в россию в то время как страна переживала свою первую революцию в год неслыханного финансового краха и полного развала всего хозяйства раз в неделю бешеная тройка неслась через тайгу унося из котлыма и восемидневную добычу около миллиона рублей не с этими ли легкие не этими ли легкими деньгами сужала затем европа наше император императорское правительство выбиравшиеся у ее дверей апогея своего и хищническое хозяйство достигла в годы предшествующей войне 12 13 и 14 буквально на котлымские миллионы и миллиарды подготовлялась мировая война за которую нам теперь предлагают заплатить еще раз но имеется ввиду что опять хотят да вот эти вот концессии вот все дела добыча достигла фантастической цифры 20 21 пуда в год россия завоевала мировой рынок доставляет 90 процентов всей добываемой на земном шаре платины платиновый ливень становился все гуще все тяжелее все обильнее опытные геологи произвели разведку соседних гор и хотя результаты на этих экскурсий хранились величайшей тайне слух о том что все вокруг котлыма и глина и леса и болота и камень все чистая платина распространился очень скоро безумие овладел округом открыли открытие тылая косвы сосновки ободранного ложка быстро следуют друг за другом вокруг равномерно работающих драк садится армия старателей варварские ковыряющих землю половина из них разоряется в дребезги попадает в лапы скупщиков и полиции пьет режет находит и не имея средств чтобы вести более тщательные работы ревниво прячет свои находки заваливая мохом листвой одинокие шурфы похожие на могилы однако не все дышавшие воздухом платиновой лихорадки становились ее жертвами ну так вот к слову да то есть опять же повторюсь там мы помним золотую лихорадку в калифорнии мы помним золотую лихорадку на клондайке да мы помним бриллиантовую золотую лихорадку в южной африке а вот вам пожалуйста такая же лихорадка только платиновая но в сибири вот однако не все дышавшие воздухе воздухом платиновой лихорадки становились ее жертвами россия в те годы уже была заражена ядом более сильным как не пенился котлымский котел в самом его сердце сидели люди делавшие искательную работу как всякую другую лишь бы купить на выручку кусок хлеба и несколько книг на первых драгах пущенных в ход компании работали строили и учились будущие котлымские партизаны его комиссары и хозяйственники и наконец геолог детковский большевик которая которого компания спокойно посвящал свои планы открытия не подозревая конечно кто этот чудак обуреваемый идеями социального равенства а впрочем знающий специалист через каких-нибудь три года нанесет жестокий удар царственной концессии детковский это у нас отдельный момент советский геолог педагог революционер ректор ургу уральского государственного университета имени бориса николаевича ельцина насколько я понимаю а вот кадетский корпус житомир кадетский корпус научным руководителем значит был в женевском университете был луи дю парк и вот этот вот самый луи дю парк кстати производил разведку котлыма вот и виде видимо детковского с собой подтянул вот соответственно был управляющим драгой но драга это вот это вот извините пожалуйста голосе окончательно грубо говоря эскалатор который вычерпает платину до социал-демократы анархисты марте семнадцатого года вступил в рсд рпб вот руководил вооруженными отрядами вот то о чем мы сейчас читаем потом управляющий рудного управления екатеринбурга организационный комитет ургу и так далее тому подобное потом заместитель председателя уралплана уральский политехнический институт преподаватель да потом тридцать седьмой год арестован приговорен и расстрелян в рамках первого московского процесса на троцкистами это где зиновьев каменев мы буквально вчера об этом немножко значит говорили ну к сожалению никакой информации по поводу там содержание собственно дела детковского нет ему предъявляют естественно заговор да ну вот троцкизм заговор и так далее тому подобное говорится вот только об его дружбе большой с мрачковским до мрачковский это был троцкист такой уверенный упоротый до его еще в двадцатых годах сажали за организацию троцкистской типографии ну вот так что к сожалению мы тут ничего сказать не можем единственно что можно добавить что детковский отряд детковского он в том числе и обеспечивал перевод николая романова из тобольска в екатеринбург да а вот то есть тут тоже приложил руку вот вот такой вот человек этот самый детковский вот интересный до сих пор на странцы забыть не могут девятьсот семнадцатого года такие прибыли такие перспективы благожелательное правительство присущие колониальной россии дешевизна рабочих рук тайга и 500 рабочих оторванных от мира находящихся в полной власти предпринимателя ну как на ленских приисках да то есть штрафы условия жизни и главное магазины компании где ты покупаешь все абсолютно все что тебе надо для жизни до по ценам которые устанавливает компания вот ну и там еще всякие прелести и вдруг всему этому конец зачем колчаку было идти в кэтлым в ноябре до декабре восемнадцатого года в рамках пермской операции войск как и колчака заняли кэтлым мастить болото трупами дышать гарью лесных пожаров чувствует со всех сторон уколы партизанщины проваливаться в трясину со своими пушками обозами но по полевому телеграфу по стальной бечевке висевший от сосны к сосне из парижа и лондона шли длинные повелительные приказы черт возьми адмирал для чего же мы вас нанимали молодец лариса красавица просто телеграф и кал от иностранных слов от этого взбешенного urgent 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 срочно 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 с которым европа стремилась к серебристой платине мирно дремавший в земле под оборванным пологом из моха хвои и снега пришпориваемые за границей белые в декабре восемнадцатого года действительно приблизились к этлым рабочим осмелившимся на целый год лишить кучку иностранных проходимцев их сказочных брюшей был преподан жестокий урок расстреляли орехова сергеева и канина шумаева наймушина потом еще гребенкина ярославцева из могиловых отца и сына молотобойца молодого касаткина зенкова пекаря коробкова хомутова белоглазого дэлдина новоселова старцева александрова крючкова слесаря старателя полозникова покрышкина рогачева мансурова сергеева ванюшку и колодкина виде такие расправы народ поисковый озлобился и принялся уходить тронулись целые горные села с людьми и скотом вся сосновка встала несмотря на зиму и лютый снег однако вести огромные обозы было нечем содействие им дали всего пять лошадей и котлынцы сами запрягались семьи вернулись мужики пошли тогда-то детковский организовал свой отряд особого назначения правда ребята у него были рылокрылые вот как как это перевести на все войско 10 винтовок остальные без оружия одним лбом спустились в долину но оказалось поздно пересекли их соликамским трактом выход из котла закрылся пришлось зимой прямым сообщением идти по двухоршинному снегу связи с плохой дорогой отряд наполовину распался на кассиве после встречи с первой дутовской разведкой бросили обоз отряд разделился конницы пехота по одной линии 18 человек с детковским по другой рассказывает об этом товарищ ермаков рослый человек с круглой крепкой головой а обсыпанный белокурой стружкой время вышло где на где нам опять встретиться сажен заста однако слышим свищут пули продолжаем идти дальше не замедлить спутников никаких не попадается никто нас не достает лес съели лошадь снег оглубел поставили мы на местечке на месте коней которые дальше идти не могут остались при них старички сказал детковский саканцева ты будешь начальник над этими лошадьми мы выберемся и за тобой прибудем за место лошадки мы несколько обрубили лыжи натесали сырые но употребить можно пошло нас дальше 13 человек сам не знаю как но идем на шестые сутки слышу выстрелы все были в таком состоянии что не понимают а детковский как хочешь пулеметы трещат ну ладно на это направление держимся еще сутки целые идем утром опять слышим отлично идем идем и на дорогу молчанов скую пересекаем тут уже лыжи к черту а детковский опять дает нам направление кто знает где дескать кто здесь вдруг стрельба на нас ребята от жалости плачут а берут свои лыжи тяжелые однако слышим скрип идет обоз куда в косьбу кому армии какой красный тогда он дал две бухоньки хлеба на 13 человек но больше воспрепятствовал вот сажение не доходя где их начальник был силен разводящий сообщает так и так идет какой-то отряд встретили нас как следует пулеметы рассыпали цепь видим баба печку затопила шаньки пекти пока детковский документ доказывал ну в смысле подтверждал свою личность пали на снег огонька хорошего сделать не смеем наклонились на дыму греемся черные все и страшные выходит на ждив и кричит тех-то давай подняли беспамятных врач им бульону вливал живое мясо они солдаты через год республика во второй и последний раз занималась заняла кал кэтлымский прииск так пауза продолжаем извините надо было горло дать отдохнуть чайку глотнуть так лариса рейснер кэтлым часть 2 процесс добывания платины безобразен нелепо возмутителен подумайте тайгой непроходимыми болотами и перевалами трущобы волокут великолепные машины водворяют их в горном котле где десятки верст болотной грязи замещены замешаны миллионам миллионами пуду в камня посередине роют яму с грязной желтой водой на которую спускается плавучая платформа на этом плоту двухэтажная землечерпалка приводимая в движение электричеством со скрежетом и визгом пережевывает от 90 до 100 кубических сожжен камни грязи моха песка и воды чтобы в конце концов оставить на блажном войлоке шлюзового отделения едва заметную горсточку металла драги скребут и глотают день и ночь пожирают горы земли обломки камня деревья и рощи вся долина превращается в кладбище ради не нескольких крупиц которые человечество почему-то решила считать драгоценными если на минуту за забыть об этой относительной ценности создается картина сумасшедшей расточительности мы уже видели тут классовую борьбу как бы рассказ об эксплуатации да и вот теперь нам еще лариса сюда же винчивает экологию хорошо пишет стране где производство страдает без электрификации почти 3000 киловатт брошены в болото в яму полную глину и помоев зимой необитаемую летом покрытую облаками и тучами комаров вредную холодную обложенную вечным вечными снегами целый материк пахотной земли ковыряется домодельными плугами а пять гигантов плавая в мутных ямах как слабоумный в собственных испражнениях перекапывают трясину с упорством маньяка пожирая свои собственные берега и заваливая их за собой ровными грядами обглоданных переваренных и изверженных наружу камней при этом драги играют какую-то странную игру окруженные с четырех сторон толщами болот на сотни тысяч верст обложенные землей они на своих унылых лужах изображают мореплавание кричат голосами настоящих кораблей бросают и выбирают якоря со своей палубы которая мечется от берега к берегу смотрят на сушу высокомерным капитанским мостиком серые широкоскульные черпаки непрерывно спускаются к воде подняв на голову железный мокрый подол у самой воды они приседают и переквыкнувшись ныряют с небольшим плеском неутомимые упрямые стальные жабы выплывающие на поверхность с полным ртом набитым грязью и камнями собственно вся драга состоит из этих черпаков и огромной металлической кишки которую они набивают землей потоки воды с яростью хлещут навстречу каждому новому ковшу они обливают цилиндр который медленно подставляет под душ свои дырявые бока песок как сквозь сито просеивается сквозь них на особые лотки и под водой оседает на войлочных тюфяках пищевод драги не торопясь подталкивает камни к выходу пока резиновый ремень не выносит их к берегу длинный и узкий как хвост из под которого сыплются съеденные драгой обломки гранита это тот же старинный золотоискательный станок но только в гигантских размерах горы земли перевариваются в брюхи драги целая река выполаскивает из них несколько фунтов платины отделение в котором производится окончательная промывка называется шлюзовым и от остальных работ ограждено решетками дверь на замке и под печатью в конце каждой смены ее снимают контролер коммунист садится на перекладину под самым промывочным стволом свесив вниз непромокаемые ноги и положа руку на револьвер второй у двери почти безлюдная драга наполняется рабочими артель зашитые в брезенты кожу как водолазы входит в эту львиную клетку которую заперты всего-навсего невидимые потерянные в грязи платиновые зерна но тут надо понимать что ларис михайловна описывает процесс уже как он происходит в двадцать пятом году да то есть уже при советской власти и поэтому и контролеры коммунисты и артели рабочих да то есть это рабочие организовались в артель и нанимаются вот толпой да на работу в эту самую на эти самые прииски да вот так из мокрой водяной постели подымают засоренные тюфяки окунают их лицом вниз в главный бак вода бьет фонтанами и плюется пеной пока крадут и перебирают ее жестокие одеяло пока выбивают и из них семена оставленные рекой краны заперты поперек желобов опущены заграждения выдворилась бы тишина если бы драга не продолжала работать шумом землетрясения если бы черпаки не ползли снизу вверх и сверху вниз визжая и чавкая как железные свиньи лихорадка искателей бьет все отделение артель сама не замечая пьяно близостью воды прикоснувшийся к золоту пьяна видом столов с которых катится вода унося легкие камни оставляет тяжелую непомерно тяжелую грязь пьяна в древесге скрытно без вина угорела артель как угорел весь котлым ведь все здесь запойный не ведь все здесь запойный неизлечимо трясутся старательской трясучкой коммунисты от нее обкладываются книгами читают ленина поздно ночью после долгого рабочего дня когда электрические аллеи котлыма блещут в трещобной уральской ночи коммунисты глотают ленина как хину от лихорадки все все больны крестьянин пришедший на пришедший на котлым ради высокой зарплаты чтобы подработать на лошадь на новую баню и плуг на другой год возвратившийся на прииски сам не знаю почему притянутой платиной прихотью и он пьян и рабочий коммунист который был в государственном университете блестяще учился но не имея средств для того чтобы содержать свою семью упал назад казарму безнадежно и он тут тронут и навсегда помечен платиной и странный рабочий не рабочий или разжалованный за грехи чекист или сосланный уголовник ожесточенно заливающий горло горячим кирпичным чаем желтым как моча и ковыряющий советскую власть с выдержанную злостью вычищенного и он принадлежит котлы ему и сотни рабочих спящих на вонючих и клопиных нарах своих казарм оглушенный своих казарм оглушенным сном поставив промокшие слюнявые сапоги на общую плиту вытянувшись на своих досках накрыв голову полушубками выставив голые ноги промороженные дрожной водой и они все дышат платины и заплатены ради платины кто же свободен от нее кроме небольшой кучки рабочих коммунистов которые спасаются следя за великим мировыми событиями сквозь мутные кривое стеклышко еженедельных докладов кроме этих людей которые со своих болот со своих драк за 10 верст бегут на собрание ячейки чтобы прочесть отчет областной конференции этот единственный для верности приделанный к столу экземпляр кроме этих немногих людей которых партия отвоевала у платины кто же еще свободен но тут как бы лариса нам описывает остатки вот это вот ну как остатки эти люди они же которые работают на этой платине они же все выросли в российской империи то есть для них платина ассоциируется вот именно с этим буржуазным мышлением да то есть с богатством нам вот совсем этим делом может быть только гурьян мальцев старейший игрок и авантюрист котлыма котлыма простите в шлюзовом отделении только он сохраняет спокойствие его нельзя не узнать оттопыренные ночные уши и на влажном столе светлые чувствительные руки игрока осторожно на края накравший несколько фунтов живу живет чистое светло в каменном доме ежедневно выпивает семейством 2 то толстых коров смысле молоко гонит брашку и тянет двухрядную гармонь а рядом коммунист партизан детковского умиравший с голоду сидя на золоте в 1920 21 22 годах получивший суставной ревматизм или туберкулез на драге мирно гниет в немыслимой казарме и не может себе на робить на избу леса горят кругом на сотни верст на миллионы рублей не справляясь ни с какими развёрстками глоб леса а рабочий не может добиться бесплатного или очень дешевого теса на постройку ну то есть мы тут видим что как бы идет конкретная критика того как устроены дела да то есть но как у нас обычно же там что-нибудь скажешь против советской власти тебя сразу расстреливают да ну или сажают на 10 лет или сколько там у служеницына да там если там анекдот расскажет какой-то ну вот лариса рейснера она суть по всему и об тоже расстреляли если бы она через год после этой книжки не умерла до куберкулеза насколько я помню да брюшного тифа извините а вот если бы она не умерла ее бы наверно тоже коммунисты расстреляли она же критикую здесь что вы плохо организуете все дело действительно нелепость какая-то сидят люди в тайге где деревья тысячами мрут от старости где их рубить некому некому земли подбирать так называемая очистка лесов который мы пока только стремимся как идеал состоит в том что упавшее дерево очищается от ветвей для того чтобы она вплотную прилегала к земле и таким образом могло скорее сгнить рабочий забит в клопинную щель потому что мы вдруг решили спасать по подорванной революции лесное хозяйство а что будет если где-нибудь рядом с котломом появится хотя бы уркатовская концессия даст рабочим сапоги 24 часа нарубит светлого строевого леса поставит глазастые солнечные дома дома привезет проза производственную одежду проза одежду да и консервы люди сбегут или на и нальются ляда в ядом зависти ну то есть надо улучшать условия работы вот чтобы всякие капиталисты не могли с нами конкурировать и вот она упоминает как раз о бурквартовской концессии про которую мы читали да что он хочет получить все это дело обратно судя по всему лариса была в курсе этих всех дел а вот один старый котлымский рабочий тоже из партизанских сотен говорил мне об этом с потрясающей серьезностью как надвигающиеся контрреволюционные опасности ведь мелочь по уралу бегают так называемые горнозаводские железные дорожки игрушечные штуки расхлябанные медленные которым ничего не стоит сойти с рельс из-за коровой плюшки из-за семечковой скорлупы валятся они под откос ежеминутно нету ни одного порядочного уральца без шишки или шрама на лбу но не в этом суть а в том что эти знаменитые дороги ежедневно стоят республике несколько миллионов рублей золотом есть есть такой декрет кем-то и где-то изданы изданные на трубы локомотивов непременно надевать особые наморники от летящих из искр никто их не имеет никогда не не одевает и купить не может из-за отсутствия таковых сумм бюрократическое кольцо замыкает замыкается с чувством глубокого удовлетворения и старые керосинки продолжают свою колоссальную компанию поджогов лес леса имеется ввиду а рабочий за бревно платит 18 рублей получая в месяц скажем 11 рублей 50 копеек ученик он может радостно трудиться откладывая в месяц минус 60 рублей 50 копеек такие вот условия интересные вот это на и пото 25 год ну и желающим понять собственно как там происходило дело на бюрократическом уровне я рекомендую послушать на то что я сейчас читаю про хищение на ленинградском морском порту просто если у вас создается конечно это вот большевики пришли устроили вот эту вот всю радость такую да то это не совсем так обычно на таких производствах работали несколько иные люди вот ну и шахтинское дело например ознакомиться с материалами у нас всегда работают скачками с судорожным напряжением в какой-нибудь одну сторону добились изумительных результатов на производстве не только своими силами наладили старые ныпу пустили новые драги силовую станцию 1400 киловатт усилили до 2900 и при более коротком рабочем дне сохранили максимальную производительность установленную компанию в тринадцатом-четырнадцатом годах что еще важнее из приска котлым 100 из приска котлым стал производством платина загнана в кровь вместо хищнической авантюры движущей силы стал ясное трезвое и интенсивное хозяйство добыча потеряла острый шальной привкус она ведется в атмосфере спокойного обладания с чистыми руками они не крадут вот и все 60 человек спокойно бедствует сидя на этой ничьей советской всем и никому не принадлежащий платине ее плоть убита ее грешный сумасводящий запах ее докрови лакомая белизна все-таки умершлины пять лет тому назад когда котлымские рабочие еще не разбираясь в программах голосовали по шестому номеру но имеется ввиду видимо выборы в учредительное собрание номер партии большевиков уже тогда мучимые тайную мысль о национализации они не давали направлению отвести детковского промолвка тогда пошла быть голосованию о большевиках видим дело идет к шуму к завязке дело идет акционеры ему нажим дали стали выгонять заступился народ провели его председателем совета сделали подпи подписку рук он нам нужен был драги взять в свои руки вся подпись пошла за него здоров котлым с этих пор за этим смотришь шляхтин секретарь ячейки партизан соловьев начальник милиции бывший матрос каторжанин человек исключительной стойкости и чистоты товарищ гаврилов помощник директора но все что касается быта рабочих в полном пренебрежении рядом уживаются самая строгая дисциплина чувство ответственности и фантастическое неряшество все границы переходящие все границы переходящие приобрели пренебрежение к тому что при самых малых затратах люди могут и до 100 и должны получить новый быт не вопрек котлым будет сказано он нисколько не хуже в этом отношении такой промышленной столицы урала как великолепный надеждинский завод старателей вокруг котлыма сидит и работает до 200 человек это наш приисковый нэп во-первых нет денег на новые драги хотя даже дорога соединяющих котлым силовой станции проложена по сплошной платине вой по спору по сплошной платине это целый материк целая медвежья америка погруженная в болото при свете бессонной уральской ночи и ее леса и воды камни травы и трясины стоят в немеркнущем белесоватом сиянии светятся платины серебрятся белесым снежным блеском неизмеримых богатств погруженных в жидкую землю у нас пока нет денег чтобы за каждый рубль в этом брошенный в это болото взять сотню или тысячу нет свободных трехсот тысяч чтобы дать в долг этой земле под чудовищные ростовщичьи проценты под поручительство четырех голодных рек четырех гор чистого дунито и всего котлымского котлымского котла полного платины на мелкие прииски расположенные высоко в горах вообще не стоит тащить драги месторождение поверхностное и не окупит может быть механизации добычи всюду где мы сейчас не можем или не хотим ставить драги работы производится артелями старателей болото распространились на вершины самых высоких кряжей болото на кассе на кассиве на канжаке на сосновке старые горы страдают размягчением черепа у них жирная мокрая теме замешанная камнями лошади карабкаются как собаки с камня на камень низко опустив голову и вынюхивая за чтобы зацепиться копытом только в конце июня когда уже коростель тарахтит и тянет в лесах и рябчики садятся парить яйца тайга начинает пропускать пешеходов тогда товарищ соловьев скидывает за спину винтовочку берет серебряный свисточек для приманивания дичи и начинает объезжать старательские гнезда идущие с прииска девки которые про все знают и молчат встретив его на болотине узнают и кланяются с веселыми глазами старый контролер на косьве бывший приказчик об алимек лазаревых ну бывшие видимо бывших владельцев тоже тонкий ни разу не пойманный вор с елейным святым лицом угощает его ухой но лошади у старичка нет мы проедем прямо на приезд говорит соловьев и дает своей сибирке нагайкой а вы идите пешком здесь ведь не больше трех верст не хотя лошади идут легкой рысью и ровным шагом старичок поспевает на американку минут через пять после нас на его шафрановом лбу едва проступает несколько капелек ломпадного масла иконописные уста усмехаются и артельный старшина бархаткой своих цыганских глаз слизывает с них пыльцу молчаливого уговора соловьев привязывает лошадь легким узлом чтобы всегда допрыгнуть трогает револьвер и идет смотреть стан ну небезопасно там вот среди старателей медленно работает эта артель и животным упорством лениво на розыске платину тащит как медведь малину лишь бы найти богатое месторождение сесть на нем и огребать не двигаясь с места старший велит ввести разведку рыть новые шурфы мыть пробы но старатели все молодые крестьянские парни едва слушаются копейки не хотят поставить на неизвестность истощенное поле будут рыть с бычачьим упорством только бы не менять старое на новое в этой охоте за невидимой добычей где все в инстинкте в чутье в отгадке они упираясь плетутся за своим старшиной ценяя его тайные знания и смертельно ненавидя за воробскую подвижность за беспокойство за непоседливость так коренной мужик ненавидит кочевника интересные такие психологические зарисовки на тваре с Михайловной Рейснер сегодняшняя добыча выше среднего и почти вдвое указаны во вчерашних ведомостях но доводчик лжется со спокойной наглостью участок где слаб с десяти кубов всего столько-то золотников платины с десяти кудов или с пяти соловьев не повышает голоса но парни в послеобеденной стоми разбросавшие ноги вокруг костра и наблюдавшие за весами контролера с деревянной пристальностью вдруг садятся и переводят на него жадные глаза а кстати говорит соловьев у вас будет новый контролер коммунист по ту сторону жаркой реки кустами пробирается красноармейская шинель с портфелем и револьвером из-под вспотевшей фуражки видно загорелое лицо с квадратным подбородком артель не шелохнется вся шайка живущая по звериному без потребностей без каких бы то ни было интересов кроме тех которые умещаются на роговой скорлупе карманных весов едва переваливается на бок чтобы оценить сколько стоит олицетворяемая им опасность с чужими артелей трудно старые опытные мужики взрываются в землю всей семьей с сыновьями с женами сыновей приженными в тяжелые старательские тачки их рабочий день кончается с наступлением ночи двужильный труд упорен мелочен и терпелив не прерывается ни говором ни песни ни отдыхом бабы с замкнутыми алчными лицами рвут землю как сухие сосы больной коровы мужики со стервенением рубят породу они ненавидят эту продажную землю которая отдается всякому и подолгу остается бесплодной отлично написано совсем старые старатели-одиночки похожи на алхимика высушенные солнцем ставшие легкими как оброненная птица и перо от вечных перемен счастья они сидят на краю шурфов свесив ноги к воде со скептической миной и понукают к тяжелой работе неопытных учеников ниже копай метюха ниже под водой бери и метюха обливаясь потом подгоняемый своей молодой жадностью вынимает куб за кубом моет сито за сито и не найдя ничего набрасывается на болото с новой яростью а старичок курит и усмехается суете сует даже великое счастье не даст ему ничего ведь они с жизнью давно перестали играть всерьез она нигде не записывает его жалких долгов но и своих проигрышей не платит никого бог не обманывает так как верующего чаще всего это не русский а ватяк он бежит за платиной с бесконечной преданностью терпеливо снося ее пинки и измены десятками лет терпит неудачи уверенный что когда-нибудь судьба жалится и сразу исправит все причиненное зло в конце концов старый старатель с радостью принимает и любовно копит все новые и новые поражения каждый из них увеличивает головокружительную сумму которое счастье забрало у него в долг каждая потерянная надежда дает право на выигрыш каждая обида приближает дни чудес так проходит десятки лет униженного ничем не вознагражденного трудолюбия старатель вполне одинок и все еще отгоняет от себя непрошенных компаньонов к чему чужие люди он не хочет дарить им ни одной доли того клада несчастье который когда-то превратится в самородок неслыханной величины но болото по-прежнему болото вода денет о дня холодней и глаза запухшие на искусственном комарами лице тщетно ищут в грязи серебряного урожая наконец в жаркий день когда топ дымится и преет и покрытые зеленью получит горло влюбленным птичьим криком батяк стоит перед иконописным контролером на толстых раздутым раздутых ревматизмом ногах просит место в больницу и плачет то есть люди копаются копаются вот обогатиться не могут ну потому что все вокруг стоит вот сама жизнь там и так далее стоит диких денег ну потому что контролируется вот этим вот контролером да и соответственно теми предпринимателями которые как бы вытаскивают из старателей вот эту вот платину ну это обычная тема на любых приисках там и на клондайке и в калифорнии да и в южной африке и в австралии соответственно да то есть когда ты вроде копаешь копаешь вот и золото копаешь копаешь она у тебя там тут же расходится на просто бытовые расходы ну и на развлеку какую-то вот ну и под конец а здоровья ничего не остается а вот он уверен что на дне последней ямы которую он сегодня принужден оставить теряет свое нареченное счастье судьба останется там в дыре где где плавают свалившиеся в нее лягушки разбросав по воде весла задних лапок и лопаются ленивые болотные пузыри пичугин знаменитый сосновский старатель похож на конокрада у него цыганские неизреченные хитрости глаза и борода цыганская когда он облизывает кусок папиросной бумаги чтобы скрутить папиросу то похож на большую черную бутылку с приклеенным губе белым рецептом на допросе держится с мудрой осторожностью ну допрос это вот соловьев начальник милиции приехал как умный звери едва обнюхав вопросы он отступает от капкана неизменно ступая в свои собственные следы и отойдя на безопасное расстояние смотрит оттуда с ласковым вилянием в глазах и с настороженными волчьими ушами едва за товарищем соловьевом закрылась дверь он оборачивается ко мне с бесшумным смехом старой охотничьей собаки с улыбкой у которой добродушие висит вдоль белоснежных клыков двумя слюнявыми обвисовыми губами а знаете сколько у меня на самом деле платины 20 фунтов найдет соловьев его они обнаружат пусть не пеняет обычно старатель как только разбогатеет сейчас же ставит себе каменный дом с зеленой крышей пичугин удержался в старой избе семья его неизменно хлебает пустые щи и женихом дочери он на всю округу ведет жесточайшие только за преданного как же вы живете в этой грязи пичугин неужели не хочется на волю зато сынам и внукам хватит он с любовью подумал о семействе которое из поколения в поколение будет жить в скупом мужицком достатке с этой платиной спрятанной под полом как придушенный младенец с куском кислого хлеба обеспеченным на сто лет с правом для трех поколений пройти жизнь с медленностью и спокойствием сытого клопа ползущего по стене а знаете товарищ соловьев ведь у пичугина 20 фунтов он сам не только что признался цыган снял шапку отыскал портрет ленина повешенный в углу вместо икон повел глазами полными веселья и чувство безопасности и насмешки и перекрестившись что ж ты матушка выдумываешь вот те христос никогда я ничего не сказал разве кто-нибудь может доказать вот такой вот очерк лариса михауна райснар известной женщины вамп роковой женщины революции о платиновые лихорадки в российской империи и о кэтлымском прииске а вот я думаю что одна такая один такой текст в принципе по своеобразовательный какой-то познавательный как бы наполненности да он стоит всех байк про ларису рейснер до которые ходят в интернете вот вот такая была девушка писательница вот такие тексты писала еще раз поздравляю женщин с 8 марта ссылочки я все дам услышимся